За этот год в моем кабинете побывало 5 застройщиков. Такой интерес строительной сферы поражает даже мэра. Новоалтайск уже становится привлекательным городом для ипотек. Для покупателей дешевле, чем в Барнауле, для застройщиков больше свободных площадей. Их количество увеличивают. Планируем ряд территорий внутри городского центра под изменение разрешенного освобождения земли. Мы переводим часть площадок с торговых под жилой строительство. Город может построить жилья и малоэтажного, и немалоэтажного на 60 тысяч жителей. За два года здесь ввели почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Осталось решить одну большую проблему. В городе нет принятого плана застройки. Новоалтайский был забыт городсовет. Его реанимировали в этом году, а на первой встрече представили эскиз многоэтажки на месте, где должен был появиться торговый центр. Пока норм застройки нет, власти дают застройщикам ориентиры. В первую очередь это дома до 16 этажей, не менее переменной этажности. Это дома компактные, точечные дома, дома башни. Тот, кто сейчас какое-то новое веяние несет, новую идею, новую кровь, он будет по большему счету создавать какую-то определенную планку. Хорошая инфраструктура. Во-первых, здесь ритм жизни немножко другой. Здесь по большему счету удаленность объектов низкая. Все объекты находятся рядом. Город испытывает интерес с двух сторон, и по мнению главы это параллельные процессы от застройщиков жилья и предпринимателей. На Волтайск крупный транспортный узел Сибири. Практически в городе расположена развязка дорог на Новосибирск, Кемерово, Бийск, Барнаул. А местная сортировочная железнодорожная станция входит в десятку крупнейших в стране. Поэтому скоро в город может зайти крупный инвестпроект. Логистический центр, который уже сегодня представили проект, который уже сегодня его защитили, который уже сегодня ведут переговоры по прокладке новой железнодорожной ветки, они хотят получать со всего мира железнодорожные контейнеры, перегружать их на транспорт. И начиная от Красноярска и до Ирана вот эту территорию всю захватить. Еще один важный проект связан с производством природного газа. А другой создаст в городе 9 тысяч рабочих мест. Известно, что это объект крупного российского маркетплейса. Менее масштабными, но не менее важными проектами станут заводы глубокой переработки зерна и фермерской продукции. Кривая экономического развития Новоалтайска плавно идет вверх. Здесь функционируют три крупных промпредприятия. Алтайвагон, хлебокомбинат, Зиасмашинери. Зарегистрировано 10 резидентов ТАСЭР. Власти признают, что неразвитая инженерная инфраструктура мешает входу крупных инвесторов. Однако в этом направлении эксперты и советуют искать точки роста. В том числе с помощью северного обхода Барнаула. Северный обход, который бы мог связать город Барнаул, особенно его, скажем так, индустриальную зону, которая примыкает к Волосихинскому индустриальной площадке, с новоалтайской промышленной площадкой. В городе Барнауле сегодня катастрофически не хватает площадей для промышленного производства. Связать Барнаул и Новоалтайск предлагают и для жителей легкорельсовым транспортом. Но этим предложением вряд ли займутся в ближайшем будущем. Сейчас власти и эксперты должны определить, по каким правилам Новоалтайск будет развиваться и для жизни, и для бизнеса. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.